Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! У всех есть противоречивые взгляды на виды и способы наращивания, а я показываю их все на своем канале. Хотя тоже была предана одному способу, это бумажные формы. Сегодня у меня коррекция ногти, которые были наращены на старые добрые типсы. Это уже вторая коррекция, сейчас будет наращивание и первая коррекция были вот в этих видео. Если вы пропустили, обязательно посмотрите. После наращивания были отслойки от кутикулы, я выполняла коррекцию с учетом особенностей ногтей, и сейчас ноготки идеально держатся. У нас даже сохранилась изначальная амбре, которую мы выполняли при наращивании. Удивление и то, что типсы держатся, клей не отходит, так как находится под прессом материала. Обычно положено типсы срезать при коррекции и полностью менять материал, но у нас небольшая длина ногтей, поэтому не вижу в этом смысла. А длину мы с каждым разом убираем, насколько отросло. Таким образом, мы практически полностью вырастили натуральную ногтевую пластину снизу, и возможно в дальнейшем перейдем на гель-лак. Субтитры делал DimaTorzok Поверхность ногтя нужно запилить слегка пилочкой. Эти приподнятые чешуйки позволят хорошо и качественно сцепиться с покрытием. Маникюр мне не всегда удается выполнить чистым, когда я впервые работаю с новыми руками. Тем более, когда клиент говорит, что ее всегда ранят и капилляры у нее очень близко расположены. Но я работаю над этим своим недостатком. Работая с этими ручками во второй и в третий раз, я намного увереннее выполняю маникюр, и он выходит более качественным. В этом случае я взяла фрезу пламя с острым носиком, чтобы лучше проработать боковые пазухи и маленький карман под тонкой кутикулой. Продолжение следует... Срез выполняю ножницами. Любое давление на кожу Саше чувствительно, поэтому, чтобы не создавать дискомфорт клиенту фрезой шар, я использую комбинированную технику. Продолжение следует... Хоть карман под кутикулой и небольшой, но маникюр при этом вышел чистый. Я приступаю к подготовке к покрытию. Наношу ультрабонд после тщательного обезжиривания. Эти ручки влажны и требуют особого внимания в подсушивании пластины, иначе снова будут отслойки. Базу наношу для проблемных ногтей, она меня часто выручает в случае именно с влажными руками. Акригель буду использовать в этот раз от Global Fashion. Нашла у них замечательный натуральный оттенок под номером 5. И буду использовать их же жидкость. Она уникальна тем, что она на масляной основе, а не на спиртовой. Их акригель можно, конечно же, смачивать и обычным обезжиривателем. Свои свойства он не потеряет, но иногда клиентам щиплет такие жидкости на спиртовой основе, особенно если есть ранки после маникюра. Да и спирт ни для кого не секрет, что пересушивает кожу и кутикула быстрее теряет вид опрятного маникюра. Поэтому эта жидкость может стать очень хорошей заменой во избежание таких случаев. Нужна совсем горошинка материала, можно поставить ее сразу на все ногти, чтобы не отвлекаться уже на выкладку. Многие пишут мне вопрос в личных сообщениях, почему с гелем все хорошо, а вот акригель дают отслойки. Акригель нужно хорошо утаптывать в ногтевую пластину, то есть хорошо прижимать его кистью к ногтю. Тогда наш материал надежно сцепится с другими слоями. Более того, многие производители рекомендуют нанесение акригеля вовсе без базы. В случае с этими ногтями я просто перестраховываюсь, так как ручки влажные и дополнительная сцепка не помешает. Наша несложная коррекция готова. Я слегка подпиливаю торец, чтобы квадрат был четким. И убираю образовавшуюся толщину снизу фрезой. Отлетают кусочки пластика. Это значит, что я спиливаю типсу. В целом, таким образом, мы от нее практически полностью и избавились. Но чтобы стык не расслаивался в процессе контакта с водой, а он у любого клиента возникает, я запечатываю эти слои снизу тонким слоем финиша. Вот такие ноготки получились у нас. Омбре до сих пор с нами. Оно еще виднеется, но в этот раз мы его перекроем цветным гель-лаком. И я хотела бы показать вам несколько новых летних цветников от Global Fashion. Они очень нежные, красивые. Это все пастельные оттенки. Именно с ними я и буду выполнять сегодня дизайн. А также еще имеется коллекция «Алмазный блеск». Это фольгированные чешуйки разных отливов на прозрачной основе. Таким образом, их можно наносить на любое цветное покрытие для создания интересного эффекта. Сочетаться они могут с любыми марками гель-лаков. А если сделать этот эффект матовым, то получится легкая ненавязчивая текстура, напоминающая драгоценный камень-опал. Ссылки на эти коллекции будут в описании прямо под этим видео. А у меня есть еще одна новинка от этого бренда. Я покажу ее чуть позже. Начинаю наносить покрытие на ноготки. Основной цвет будет нежный розовый. Чтобы быстрее нанести цвет под кутикулу, в моем варианте это встык к кутикуле, так как карман не глубокий. Нанесение цвета я выполняю углом кисти веерно. Дублирую закругление кутикулы. Пастель ложится легко и без проплешин. Для дизайна можно использовать любые цвета. Все эти пастельные оттенки прекрасно сочетаются между собой. И наношу я их каплями от середины ногтя. Это очень популярный дизайн. Выглядит он интересно, а выполняется проще простого. И наношу я их каплями. Алмазный топ я наношу на все ногти. И дальше мы дополним дизайн стемпингом. Поможет в этом прозрачный силиконовый штамп, пластины от Global с мелкими рисунками и гель-краска супер пигментированная для стемпинга. Ее можно применять для многих техник, но мало какая гель-краска подходит для стемпинга. Более того, она бюджетная и очень экономная. Теперь не нужно торопиться с переводом рисунка, пока не застыл лак. Гель-краска не застывает на воздухе. Маленькое ее количество расходится по всему узору. Прозрачный штамп позволяет видеть, на какую часть ногтя вы укладываете рисунок. Но вот излишки, которые попали на кожу, нужно убрать перед лампой. Рисунок с пластиной можно набирать штампом несколько раз. Он остается еще насыщенным и четким. Это экономит и сам материал, и исключает лишнее телодвижение. Я очень довольна этим продуктом. Безусловно, советую попробовать его и вам. Покрываю топом дизайн, хотя гель-краска без липкости, но все же есть вероятность, что она затрется в процессе носки. А наш нежный и очень простой дизайн уже готов. Весеннее настроение без лишних усилий. Я надеюсь, это видео было полезным и интересным для вас. Предлагаю вам поставить за него пальчик вверх, мне будет очень приятно. А я всем желаю творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok